В Славянском районе завершился третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы», который еще называют «Олимпиадой для рабочих рук». Благодаря таким соревнованиям решается задача популяризации современных рабочих профессий, повышения их престижа в обществе, привлечения молодых инициативных людей к получению рабочих профессий. Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. В них принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет, так и известные профессионалы-специалисты, мастера производственного обучения и наставники, выступающие в роли экспертов и оценивающие выполнение задания. Конкурсанты демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Результат выступления команды говорит не только о личных профессиональных навыках участников, но и об уровне профессиональной подготовки и общем уровне качества услуг. В мае прошлого года в Краснодарском крае проводился пятый национальный чемпионат «Молодые профессионалы», где впервые участвовала команда спасателей Славянского сельскохозяйственного техникума. Ребята достойно выступили и получили медальоны за мастерство и профессионализм. В этом году они тоже будут бороться за победу. В Славянском сельскохозяйственном и электротехнологическом техникумах прошел первый отборочный этап соревнований. Победители войдут в команду Краснодарского края и будут представлять наш регион на всероссийском этапе чемпионата «Молодые профессионалы». Девизом движения стали слова «Делай мир лучше силой своего мастерства». Конкурсанты по компетенции спасательной работы, а это пять команд студентов нашего техникума, на Кубани только у нас есть обучение по этой специальности. И команда колледжа Подмосковья, победители регионального чемпионата Московской области, должны были проявить недюжинную волю к победе, продемонстрировать знания и умения, чтобы выступить на высоком уровне. На открытии престижных соревнований собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. И мне приятно, что площадкой для совершенствования мастерства является сегодня Славянский сельскохозяйственный техникум. Я уверен, что, конечно же, победит сильнейший. Хотел бы, чтобы эти соревнования прошли успешно для всех вас. Проведение чемпионата – большие честь и ответственность. Но Славянский сельскохозяйственный техникум был вполне готов провести эти соревнования. Несмотря на нашу прохладную погоду, мы с вами должны показать замечательные качества спасателей. Силу, выносливость, ловкость. И чтобы команда одна обязательно стала победителем и представляла Краснодарский край в Южно-Сахалинске в августе 2018 года. Преодоление скального рельефа на скалодроме стало первым серьезным испытанием для конкурсантов. Очень нелегко было на холодном пронизывающем ветру штурмовать специальную стену. Но ребята справились. Наша команда очень рада, что участвует в этом чемпионате. Благодаря ему мы можем показать свои навыки и чему нас обучают в техникуме. То есть, что вообще мы будем делать в будущем в своей профессии. То есть, нас с самого начала учат спасать людей, учат работать со снаряжением. Ну, этот чемпионат очень помогает нам. Волонтеры подготавливали технические приспособления для всех этапов соревнований и делали это с удовольствием. Все этапы, которые команда проходит, мы их подготавливаем. То есть, в деблокации посрешившего из автомобиля команда автомобиль разрезает, а наша команда волонтеров его обратно собирает. И чем быстрее, тем лучше. На этапе разбор завалов мы, собственно, разобранный завал обратно собираем. Извлечение пострадавшего при обрушении строительных конструкций – одно из самых трудных, если не самое серьезное испытание. Ребятам нужно было сначала освободить пути эвакуации в сложной конструкции, которая очень ограничивала свободу движений. Затем они доставили специальный манекен наружу с максимальной осторожностью и продемонстрировали на нем приемы оказания первой помощи. Очень интересное задание сделали. Такого мы еще не пробовали. Первый раз. Всему когда-то нужно учиться. Участники чемпионата также проявили свои навыки в вязании альпинистских и пожарно-спасательных узлов, надевании одежды пожарного, извлечении пострадавшего из-под завала, освобождении из машины при дорожно-транспортном происшествии, тушении условного очага возгорания. Уровень подготовки славянских конкурсантов вполне достойный. Мы достойно смотримся. Студенты в глаза горят. Они работают с интересом. Несмотря на погоду, они работают и показывают свои навыки. И доказывают лишний раз то, что спасатель и пожарный работают в любую погоду и оказывают первую помощь при любых условиях. Да, славянцы проявили недюжинный характер и профессионализм, дисциплинированность и чувство товарищества. Такие спасатели смогут выполнить самые сложные задачи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Результаты третьего регионального чемпионата молодых профессионалов станут известны 25 января. Тогда и определится команда-победитель, которая отправится на всероссийские соревнования.